приветствую всех сегодня принесли вот такой ножичек вот это cold steel там там такой складничок вот здесь у него написано вот видно что там написано cold steel cpm s 35 вен сталь это лимитированная серия тут даже есть подпись вот рукоязь здесь же 10 накат такой прикольный ножичек такой интересный но честно скажу нож на любителя так что здесь по твердости по твердости как пишут на сайте 59 61 единица так нож в принципе он режет ну как режет он пытается резать вот он даже чек махрит не хочет но видно что очень грубо очень грубо он заточен тут я я даже не знаю наверно 120 лента его прошли как всегда здесь шире здесь уже здесь вроде более или менее но еще есть над чем поработать так сейчас я его по-быстрому обклею зажму зажимать буду именно вот так сейчас буду рассказывать почему сейчас я его клею так нож я зажал обклеил что я вижу вот отсюда я вот вижу даже вот он вот заусенец вот заусенец ну вот если даже вот так провести ну да за . вот он сразу посыпался весь но в общем как то так так начну наверно 8063 сейчас попробую маркер чтобы лучше было видно насколько здесь это все дело заточено единственное что я еще могу сделать чуть-чуть может быть я его под развернул сейчас я его поставил чтобы у меня обувь был параллельно рамки ну почему-то я думаю что скорее всего его придется развернуть чтобы рк было параллельно рамки так часто сначала посмотрю какой здесь угол любом случае надо поднимать чтобы нигде ничего не поцарапать так 21 много 20 много и здесь меня цепляет так вот так сделаем тогда толщины хватит чтобы он не гнулся так поверху вернее здесь по низу здесь по верху так 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 это мне уже не нравится так а сколько же тогда здесь получится так вот даже не все так просто как казалось бы так а если попробовать тебе вот так зажать это еще зажать им сейчас вот танцы с бубном так по верху как же ты заточен почта я вообще не по верху по верху это что тут за . сколько 27 27 вот сейчас попадает представляете 27 то есть он заточен получается на 54 градусов здесь по низу а как вообще такое возможно кто мне скажет да здесь четко четко в подвоз вот так вот может быть чуть-чуть приподнять не опустить ну да вот эта сторона вся попала практически за исключение вот этого места вот полностью и здесь сейчас 26 с половиной градусов так но еще раз да уж самый вверх ну блин ну как так то здесь не может же он быть заточен с одной стороны ну вот четко вот четко в подвод идет вообще идеально а что творится здесь здесь по самому низу вот такую вот кино так ладно я чувствую долго мне с ним придется сидеть давайте я сейчас отключаюсь и включусь уже наверно после того как все это выровняем так смотрите что получается нож уже стоит по другому так объясню почему а когда я проточил камнем а когда я проточил камнем 125 на 100 посмотрел вроде все хорошо подводы получились но вот это место вот это место там где сходятся грани вот я думаю видно сейчас попробую показать поближе вот это место смотрите в чем прикол вот я наклеил специально скотч по этой линии чтобы видеть и камень вот ложится четко по линии вот теперь у меня получается полностью грани сходятся и сходятся четко вот в этой линии то есть четкий получается угол что с этой стороны то же самое вот так же наклеен скотч кто будет точить там то имейте ввиду это очень может пригодиться вот он получается угол вот она грань и вот они сходятся вот я отработал уже 80 63 50 на 40 сейчас иду камнем 20 14 это я уже зачищаюсь вот здесь в принципе вот такими легкими движениями вот не заходя за эту линию вот так аккуратненько и получается как раз четко угол вот здесь получается грань ну в принципе уже камень 20 14 им уже скажем так бед не наделаешь да это еще 50 на 40 80 63 там да там можно все это дело испортить вот ну и соответственно смотрим смотрим сейчас я назад это все дело поставлю вот соответственно смотрим чтобы вот здесь ну хотя по подводам вида если подвод одинаковый то и нос соответственно будет одинаковый то есть должна быть симметричность вот так так вот как грани идут тогда это получается красиво вот так что продолжаю работать давайте я сейчас все это дело закончу и покажу результат на выходе что получилось так решил включиться заключительный камень 5 3 вот итоговый угол получился 25 и 5 на сторону то есть 51 градус вот и постоянно вот в этом месте вот в этом месте надо смотреть смотреть увеличительное стекло постоянно контролировать иначе если вот эта грань уйдет в это место потом его очень тяжело поймать то есть здесь никакой спешки потихоньку даже если вот на таком маленьком участке будет работать камень ничего страшного в этом не будет потому что большими движениями там можно все испортить здесь уже по всей плоскости можно поработать всем камнем а вот на этих местах всем камнем ну не знаю мне не очень удобно вот я поймал эту грань и я ее зачищаю то есть я вижу что дальше вот этой грани я не ухожу ну соответственно у меня здесь отбит скотч как ориентир то есть такой лайфхак скажем так для тех кто будет точить у кого может будет ну я думаю кому то это пригодится вот для этого наверное все таки и снимаем эти ролики все чтобы показывать как делаем что делаем кто то что то для себя увидит интересное где то я что то увижу для себя интересное вот потому что как говорится учиться чему то никогда не поздно вот поэтому я думаю что кому то это пригодится в любом случае так ну что в принципе я вижу подвод уже зеркальный я думаю сейчас буквально еще минутку и все буду заканчивать потому что дальше уже блеск наводить смысла нет здесь аккуратненько еще вот эти места подочищаю вот и сейчас я уберу штангу сейчас одну секунду вот угол получается четкий угол и как раз вверху угла сюда приходит вот эта грань вот а так как нож стоял изначально я смотрю что то не то как то не получается мне эту грань поймать и в итоге я перевернул нож и все получилось так что эксперименты с зажатием никто не отменял скажем так так ну все хорошо сейчас ставлю рисочку и будем смотреть как нож режет я думаю уже все хорошо после камня пять три рис у него должен быть очень очень хороший вот микроподвод здесь не нужен во-первых сталь хорошая во-вторых угол слишком большой то есть здесь это не к чему абсолютно укреплять тут нечего поэтому он и так должен держаться так ну все сейчас еще отсюда отсюда вот так все так камень пока в сторону почищу я его потом сейчас посмотрим что получилось мне в принципе очень нравится то что я вижу вот так вот так вот отсюда так кожа сейчас буквально пару движений с кожей так сначала вот так чуть-чуть по плечу чуть-чуть выше рк вот так вот это сейчас кожа с пастой тут свежая паста я вчера только намазал свежий притирчик вчера купил себе кусок кожи вот вот и сделал себе парочку притирок вот такие притирчики получились вот такая толщина взял старые банки китайских камней я их в свое время не выкинул думаю пригодятся вот они и пригодились так двадцать пять с половиной двадцать пять с половиной вот так вот ну в любом случае здесь на такой тонкой заточке заусенца я думаю уже не будет но после чистой кожи подвод вообще зеркальный стал красивый но еще чуть-чуть приподниму на всякий случай мыло здесь он все равно не поймает шикарно выглядит кромка сейчас покажу так так бумагу это сюда пока в сторону газетка ну вот очень очень мягко вообще без проблем проливать ну я думаю смысла в этом нет все таки большой угол сведения большого нет она здесь так она загнута не пробьется нет это все без толку да и потом зачем это вот все режет сейчас я его сниму покажу поближе что получилось так постоль здесь так ну смотрим вот такие получились подводы вот видите вот эта грань вот эта грань вот которая идет вот здесь вот здесь вот она четко уходит вот вот ее видно она четко уходит в угол там где сходятся два подвода вот отсюда ее видно очень хорошо вот она и вот получается угол угол двух подводов вот такие зеркальные подводы у него так сейчас я это все дело сниму чтобы она не мешала резать буквально пару секунд так и посмотрим как нож режет все все это я отклею потом так в сторону ну что вот такой у него сейчас вес режет ну режет он очень хорошо при том что у него 51 вот этой стороной он тоже режет ну что еще нужно я считаю для такого угла рез неудобно прогибается вот вот здесь очень толстое сведение поэтому так он не пойдет ну а здесь пожалуйста неудобно 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 вот так он сейчас режет вот вот и здесь ну неудобно поймать чтобы показать что эта сторона тоже вот вот ну вот так вот вот такая была заточка этого танту от cold steel вот такой ножичек интересный вот так он сейчас выглядит с такими зеркальными подводами красивыми а на сегодня все всем спасибо за просмотр всем пока